Финал молодежного чемпионата мира по хоккею впервые за 18 лет пройдет без Канады, Швеции и России. Наша молодежная сборная в полуфинале уступила США 1-2. Матч вышел напряженным, россиянам снова пришлось отыгрываться, они почти справились с этой задачей. Александр Абрамов видел, как развивались события на льду. Россия-США в полуфинале молодежного чемпионата мира. После вылета сборной Канады именно эту игру называли скрытым финалом турнира. По многим показателям, игровым и статистическим, Россия и США – это две лучшие сборные турнира в Ванкувере. Матчи российской и американской молодежки в плей-офф чемпионатов мира – это уже традиция. Шестой год подряд эти сборные играют в матчах на вылет. В таких играх очень важно, кто забьет первый гол. Поэтому отчеты, отчеты. Мы так и предполагали, что много голов не будет, но и важно, кто забьет первый гол. Поэтому немножко, я еще раз говорю, попали в такую ситуацию, где противникам немножко проще было играть. Все началось с заброшенной шайбы россиян, которую арбитры посчитали нелегитимной и взятие ворот отменили. На повторе четко видно, после наброса Саморукова Никита Шашков действительно забивал коньком. Сборная США повела за пять минут до конца первого периода. В одно касание атаку замыкал американец со шведской фамилией Оливер Вальстрем. А в начале второго периода сборная США реализовала большинство. Шайба прошла между щитками Кочеткова. Играть оставалось еще очень много, но теперь уже команде Валерия Брагина надо было отыгрываться за счет 0-2. Я думаю, первый незащитный гол был такой. Немного и надломилось. Совсем немного. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри каждого игрока сидело. Это то, что, блин, жалко не забили. Сборную России вернул в игру Григорий Денисенко. Лучший на этом турнире в нашей сборной по системе гол плюс пас. Все в том же втором периоде. Он затащил шайбу в зону, сблизился с вратарем и остроумно и точно бросил в ближнюю девятку 2-1. У нас были моменты стопроцентные, которые мы могли забивать. И нам где-то просто не было зло, где-то немножко мастерства не хватило. Где-то вратарь подтащил их. Надо сейчас поскорее это забыть и готовить к следующему матчу. Третий период – это отчаянные попытки сборной России сравнять счет и вытащить игру. Американская оборона выдержала. 2-1 победа сборной США. Слезы капитана российской молодежки Клима Костина на скамейке и многих других наших сборников – это лучшая иллюстрация. Все было возможно. Оттого такое разочарование. Это очень симпатичная команда. Можно сказать, одна из лучших сборных России за последние годы. И главный вывод молодежного чемпионата мира всегда был, есть и будет. Это какое подкрепление получит взрослая сборная России в ближайшие годы. И я вижу по тем ребятам, которые выступают сейчас в Ванкувере, у нас очень хорошее поколение идет. Сборная США вышла в финал молодежного чемпионата мира. Команда Валерия Брагина в ночь на воскресенье теперь сыграет за бронзовые медали. Александр Абрамов и Умар Тускаев. Вести.